Друзья, всем привет! Сегодня на нашем канале необычное видео, оно будет в формате влога, а все потому, что к нам приехал концепт коляски Bugaboo Fox 3, с которым мне вас не терпится познакомить. Я хочу рассказать обо всех особенностях данной модели и также покажу, чем эта коляска отличается от текущей версии Bugaboo Fox 2. Меня зовут Софья Грицунова и вы на канале магазина товаров ненаврожденных Piccolo. Давайте начнем! В конце лета компания Bugaboo представила анонс новой коляски внедорожника, официальное поступление которой запланировано на середину октября в России. Пока можно выбирать цвета и оставлять предзаказы. Сама по себе коляска Bugaboo Fox 2 очень крутая, примерно каждая пятая семья в наших магазинах Piccolo приобретает именно эту модель. И это все к тому, что в Fox 3 вы не заметите каких-то особенных изменений, потому что, повторюсь, коляска действительно сделана на высшем уровне. Но были доработаны некоторые такие функциональные элементы, которые значительно повысят уровень ваших прогулок. Давайте я их вам все покажу. Можно сразу заметить, что изменился цвет шасси. У коляски Fox 2 он алюминиевый, а у коляски Fox 3 он стал матовый и называется графит. На мой взгляд, коляска стала выглядеть более премиально. Коляска стала еще лучше в управлении. Она, правда, классно управляется одной рукой. А у Fox 3 заявлено, что она может управляться одним пальцем. Безумно легко. Благодаря протектору покрышек, коляска легко маневрирует в узких пространствах и легко проезжает по поверхностям любых дорог. Амортизация коляски тоже стала чуть лучше. Центральный блок амортизации спрятан здесь, под спальным блоком, и он также работает на задние колеса. На передних колесах есть пружины. Они стали черными, чтобы коляска стала еще более лаконичной. Также амортизация обеспечивается за счет резиновых покрышек и специальной пены внутри. Колеса у Bugaboo Fox 2 и Fox 3 непрокалываемые, и их не нужно подкачивать. Все логотипы на коляске, на капюшоне и на накидке на ножки теперь стали вышиты. В предыдущей модели Fox 2 они были нанесены краской. Мне кажется, компания Bugaboo не зря сделала вышитый логотип вместо нанесения краски. Это еще раз говорит о долговечности их продукции и о том, что она прослушит больше, чем одному ребенку. Также изменилась фактура ткани. Коляска стала более приятная и комфортная на ощупь, но это нужно проверить только лично. Поэтому приглашаю вас в наши салоны. У коляски остался такой же большой капюшон. Он классно защитит от непогоды, от яркого солнышка. При этом ткань у коляски ветрозащитная, непромокаемая и защиты от ультрафиолетовых лучей 50+. Если вы хотите приобрести коляску по приятной цене, но пока не можете привезти ее домой, то я напомню, что в наших салонах есть такая услуга, как бесплатное хранение вашего заказа. Также расцветки коляски будут обновлены, что очень приятно. У коляски появятся как полноцветные модели, так и те модели, где вы сможете самостоятельно выбрать дизайн. Цвет рамы, цвет спального блока и цвет капюшона. Расцветок очень много, поэтому вы точно сможете выбрать то, что понравится именно вам. Далее, одно из главных изменений, которые хотели родители, это вентиляция в спальном блоке. Люлька теперь стала вентилируемая. При этом ткань крепится магнитами к люльке. Никакой ветер, никакие осадки не попадут в спальный блок. Но дышит теперь не только спальный блок, а также матрас. Он состоит из основы и специальной 3D-сетки. Поэтому малышу будет очень комфортно находиться здесь в жаркое время года. И чтобы родители были спокойны, компания Бугабу провела эксперимент и дула на коляску специальным ветродуем со скоростью 50 км в час. И условия внутри спального блока по температуре вообще никак не изменились. Поэтому эта ткань отлично защищает ребенка внутри. Теперь давайте покажу, что нового вас ждет в прогулочном блоке коляски Бугабу Фокс 3. Изменилась ткань прогулочного блока. Она стала такая же мягкая и приятная на ощупь. И если сравнивать ремни безопасности у Фокс 2 и у Фокс 3, то они тоже стали более мягкие. И как бы таких стали они в чехлах. То есть более плотно прилегать к малышу, нигде не натирают и нигде не давят. Ремни безопасности расстегиваются нажатием на одну центральную клавишу. И как бы повисают в воздухе. Это очень удобно. Вам не нужно будет ремни доставать из-под спинки малыша. Также вы можете заметить, что прогулочный блок остался реверсивным. Он может быть расположен как лицом к родителю, так и лицом к окружающему миру. Коляска выполнена в форме гамачка. Здесь у малыша приподнятые ножки и лучше циркулирует кровообращение. И поэтому малыш будет быстрее и лучше засыпать. Также мы с вами можем перевести прогулочный блок в режим тележки. Для этого мы с вами нажимаем две функциональные клавиши и толкаем от себя заднее шасси. И чтобы пройти сложный участок дороги, например снег или песок, нам не нужно толкать коляску, что достаточно тяжело. А достаточно в режиме тележки потянуть ее за собой. При этом не забывайте надевать на руку страховочный ремень. Кстати, также можно использовать режим тележки и со спальным блоком, но без ребенка внутри. Вот у нас есть видео, где можно комфортно спустить коляску по лестнице в режиме тележки. Но вы видите, как она немножечко трясется, поэтому лучше это делать без ребенка, когда коляска пустая. Въезд коляски остался прежним. С прогулочным блоком составляет 9,9 кг, а со спальным блоком 12 кг. Вот и все главные изменения коляски Fox 3. Поэтому я приглашаю вас в наши салоны Piccolo, чтобы лично познакомиться с коляской, покатать ее, потестировать и задать все интересующие вас вопросы нашим менеджерам. Спасибо вам за просмотр. Увидимся в следующий раз в привычном для вас формате. Всем пока-пока!